Продолжение следует... Мы хотим полностью обсудить сегодня технологию защиты любой культуры, в том числе и капусты, от посева семянной борьбы с сорняками до предуборочной обработки препаратами для предотвращения как раз тех серых и белых гнилей, о которых говорил Эдуард. И это препарат Квадрис, о котором говорил Виктор возле поля. Поэтому по этому поводу два сообщения. Первое, сегодня мы не рассмотрим все, но второе, у нас впереди с вами зима. И мы традиционно с вами встречаемся в межсезонный период. Я вас уверяю, это произойдет и в этом межсезонье. Может быть это будет Каховка, может это будет Керсон, но с вами наши менеджеры по продажам, которые вас сюда сегодня и пригласили, которые с вами коммуницируют, естественно, по этому поводу свяжутся и вам сообщат. И в начале своей презентации я хочу сказать то, что сказал агроном данного предприятия. Это Сингента самодостаточная компания с точки зрения производства овощей и капусты в том числе. То есть вы видели гибридный ряд, он неполный. Александр Яцик вам говорил, что это только те гибриды, которые в принципе мы рекомендуем. И естественно вы их выращиваете для продолжительного хранения. У нас очень хороший ассортимент раннеспелых, среднеспелых гибридов капусты. Килоустойчивые гибриды капусты и так далее, и так далее. И наряду с вот этим широким гибридным составом мы поставляем, производим и предлагаем на рынке также наши авторитетные средства защиты растений. Вы прекрасно об этом знаете, поэтому это большой плюс нашей именно компании. То, что в комплексе, а к этому комплексу еще привязываются наши технические сервисы, о чем вы уже слышали в поле от Олега и Степана. И о чем еще мои коллеги расскажут после меня. Поэтому, переходя уже непосредственно к теме, сегодня мы с вами поговорим в основном об одном вредителе, которого сегодня неоднократно упоминали в поле. Я думаю, вы его узнаете на этом слайде. Это притчевоязыцы производителей капусты, а уже и лука. Лука в последние где-то 3-4 года, а капусты уже, наверное, лет 6. Я думаю, вы узнали, да, по характеру слайда. Дальше он прогрессирует. То есть, на предыдущем слайде были незначительные поражения верхних листьев. Дальше вы видите поражение внутрь кочана. Это, естественно, табачный трипс. Ему сегодня уделим больше внимания, поскольку он действительно очень проблематичен в последнее время. Этот вредитель – это очень широкий полифах. Он может развиваться на многих-многих-многих видах растений и из разных семей. Поэтому, как бы, широко, очень широко распространен. Следующие несколько слайдов. Ну, я бы так в шутку сказал, знаете, врага нужно знать в лицо. Но я понимаю прекрасно, что вы специалисты, и многие читали или слышали, или даже есть здесь люди, я знаю, которые изучали разных вредителей, в том числе и трипса. Поэтому, возможно, для кого-то будет повторением то, что мы с вами далее скажем. Но внешние признаки повреждений и вредоносность. Не будем на этом останавливаться. Вы прекрасно понимаете, что зачистка кочаном капусты, головок капусты, поврежденных трипсом, иногда достигает 60-70% объема. Это случается редко. Это уже слишком запущенное поле. Но потеря массы капусты 25-30% от поражения трипсом – это очень широко распространенные потери на сегодняшний день, которые заканчиваются вот такими неприятными моментами. То, что я сказал, врага нужно знать в лицо. Я не буду сейчас повторять все, что написано на слайде. Это открытая информация из открытых источников. Вы можете почитать литературу, можете найти информацию в интернете. Единственное, о чем моя коллега Светлана после меня будет говорить – информацию из интернета нужно уметь фильтровать. сегодня это настолько доступный ресурс, что там пишут не только ученые, действительно ученые, которые изучали проблему, там пишут очень многие, и поэтому там информации очень много полезной, но есть и такая, которая может ввести в заблуждение, реально. Какие ключевые моменты я бы взял из этого слайда для агронома, вот как для меня, если мы с вами агрономы. Первое. Трипс очень подвижен. За вот эти пузырьки или вздутие, которое у него образуется на ногах, и бахрома, да, которое у него образуется по перегетру крыльев, трипсом называют пузырь чатоногими или бахром чатокрылыми. Благодаря этому ветром трипсы переносятся на колоссально большие расстояния. Поэтому, естественно, когда мы с вами будем говорить о профилактике защиты, удаление полей капусты от полей, прежде всего, рапса, лука, зерновых культур, это такой правильный профилактический шаг, который, естественно, сможет снизить заселение этим вредителем наших полей, но никак не может успокоить нас с вами в плане того, что если мы в округе не имеем вот этой растительности культурной, о которой я вам только что сказал, и мы не можем быть уверены, что трипса у нас не будет. Он очень сильно переносится на большие расстояния. Следующий момент. В отличие, например, от тли или клеща, клещей, да? Тли и клещи, они образуют такие концентрированные большие колонии, которые, ну, нетрудно найти на поле, если внимательно, ежедневно и, ну, хорошо поле осматривать, не заходя только с краю, а проходя по диагонали и так далее. Тлей и клеща увидеть можно. Трипс, он формирует рассеянные колонии. И на поле не встречается вот так прямо в одном месте очагом. Поэтому это следующий момент, на который я бы обратил внимание на этом слайде. Ну, и цикл развития. Цикл развития в зависимости от температуры может быть от 20 до 30 дней. Следующий слайд, это размножение трипса. То есть, как он размножается. И здесь тоже есть несколько ключевых моментов, на которые мы с вами сейчас обратим внимание. Первое. Яйцекладка трипса не прекращается. То есть, если другие вредители, например, чешуи крылые, самка откладывает яйца единовременно, но единоразово, то самка трипса откладывает яйца каждый день. В целом 100 за свой жизненный цикл. А если мы с вами возьмем жизненный цикл, ну, 20-25 дней, как мы сказали, 100 яиц, да, то это где-то 3-4-5 яиц в день. То есть, яйца откладываются ежедневно. О чем это нам говорит? О том, что если у нас на поле есть яйцекладка трипса, и мы сегодня с вами обработаем поле препаратами, которые не имеют овицидной эффективности, то есть не работают по яйцу, через 2-3 дня у нас будет живая особь на поле. Потому что есть яйцекладка сегодняшняя, завтрашняя, послезавтрашняя. И, естественно, поскольку эмбриональный цикл, то есть 4-6 дней, и из яйца через 4-6 дней выходит личинка, естественно, 4-6 дней, и выходит новый трипс на поле. Это тоже важно. Следующее. С помощью яйцеклада самка делает в паренхиме листа небольшое углубление, и яйцо откладывают туда. Мало того, что из этого слайда вы видите яйцо очень мелкое, оно еще лежит не на поверхности листа. Найти яйцекладку трипса без специального мониторинга, то есть отбора образцов с поля, отправки этих образцов в лабораторию, и только опытный энтомолог или титопатолог в лаборатории должен посмотреть под бинокуляром или под большой увеличивающей лупой, наивно полагать, что сам агроном может найти яйцекладку трипса в поле. Дальше. Эти яйца, они имеют окраску, которая сливается с окраской листа, и личинки, особенно первого, второго, ну, и всего два поколения, личинки тоже имеют салатный цвет. И эти личинки, они похожи на взрослого трипса, только мельче. Из этого слайда общий вывод, который мы с вами сможем сделать, обнаружить очень-очень сложно. Поэтому трипс – это тот вредитель, с которым надо бороться как профилактическими, так и истребительными методами в системе. Не получится защититься от трипса по факту его обскружения. Вот мы увидели на поле. Потому что, когда мы видим, когда мы говорим, что мы на поле находим трипса, мы с вами на поле находим что? Повреждения трипсов. Мы не находим трипса, мы на капусте не ведут, на луке. Там чуть-чуть проще, но сегодня мы не о луке с вами говорим, я не хочу тратить время. А на капусте мы с вами находим следы повреждения трипса. А это значит, что пуля уже заселена, это значит, что идет яйцекладка, идет размножение и так далее. Ну и на последнем слайде есть такая в энтомологии понятие, как таксисы. То есть это реакция любого насекопа или любого живого организма на внешние источники раздражения. На свет, на влажность, на температуру и так далее, и так далее. Так вот, здесь ключевым моментом для агронома, таким показательным, есть что? То, что утром с повышением температуры трипс двигается вверх. Поэтому химические обработки, особенно если мы применяем пестициды с содержанием контактных действующих веществ, или вообще работаем контактными препаратами, типа там каратезио и так далее, лучше по трипсу работать утром. Потому что после окончания темноты трипс идет на свет. И утром он поднимается в верхней части растений. Естественно, его легче достать, особенно на капусте. Ну, а следующий, понятно, днем он прячется на капусте между листами. Химические обработки могут быть эффективны только если есть системное действующее вещество, или хотя бы сильное трансламинарное действующее вещество. Ну, и ночью все опускается туда к основанию головки. Ну, и по влажности воздуха это типичный мизотил. То есть для него влажность воздуха особой роли не играет. Он любит среднюю влажность воздуха. Но, тем не менее, проливные дожди или дождевания все-таки смывают его с растений. Поэтому дождевание на капусте, конечно, не есть залогом того, что она не будет повреждена трипсом. Особенно и на луке в том числе. Но, тем не менее, дождевание капусты с точки зрения трипса чуть лучше, чем капельное орошение. Но абсолютно не гарантия того, что вы каждым поливом дождевания будете трипса смывать. И там не надо не применять никаких химических методов борьбы. И последний теоретический вывод, а потом мы перейдем с вами к практическим слайдам. Головка капусты идеальное место для развития трипса. Он себе там может найти и укрыться и от солнечных лучей между листьями. И от перепадов температур он укрывается между листьями капусты. Там, где стабильные условия температурные. И источника питания для него предостаточно, потому что капуста это продуктовый орган, который непосредственно состоит из листьев. Поэтому трипс на капусте это действительно очень серьезная проблема последних лет, которую решать надо только комплексными методами. И комплексными методами состоят в чем? Ну, я не буду повторять там прописные эндомологические истины. Это территория вокруг полей там и так далее, и так далее. Мы с вами честно видим, что мы с вами сами себе вредим, когда весной все отходы, полученные в результате очистки капусты, да, весь гнилой лук, который мы выгружаем из хранилищ, нестандартные гнилые кочаны капусты, которые мы выгружаем из хранилищ, мы их удаливаем в балки, посадки. Иногда, ну, я думаю, здесь таких людей нет, но для специалиста видеть, как гнилую капусту вывозят на поля, и потом запускают диски для того, чтобы ее измельчить и заделать культиватором в почву, ну, ребята, это очень-очень-очень странно видеть, это надо быть, ну, дилетантом в агрономии. Но, к сожалению, в Украине этой порочной практики много, когда мы растительные отходы после хранения или течения хранения везем, опять же, поближе к полям и своим, и соседям, и остальным. Поэтому, естественно, должна быть налажена утилизация отходов. Я не знаю, какая она может быть, да, у нас хозяйства овощные, они, как правило, не комплексные, в Испании, например, это силостные ямы, не силостные, компостные ямы, там, где все это много лет перегнивает, но там к утилизации растительных отходов относятся очень серьезно. Следующий момент – это подбор гибридов, толерантных к этому вредителю. Наши менеджеры, которые представляют отдел продаж семян овощей, об этом сегодня много с вами говорили возле поля, Сингента действительно имеет линейку гибридов устойчивых к трипсу, Но, с другой стороны, опять же, мы с вами должны понимать, что устойчивость к трипсу – это не значит, что растительный сок растения есть ядом. И трипсу, употребляя просто, допустим, из того же блоктора, да, проколор, сделал прокол и употребил растительный сок, он умирает. Нет. Устойчивость к трипсу – это тоже чисто физиологические моменты. Один из них – это восковой налет, и это, естественно, работа селекционера, который скрещивает линии и выводка гибрид, для того, чтобы добиться максимального воскового налета, который является первым барьером для трипса, для того, чтобы трипс питался на этом растении. Второй физиологический момент – это формирование биохимического состава продуктового органа, потому что, ну, если, давайте возьмем, к примеру, капусту агрессор, да, медитационный период, который мы декларируем, там, 110 дней. На 92-95 день вы на агрессоре можете иметь вполне товарную головку, да, она еще может не достигнуть, там, 3,5-4 килограмма, но она будет 3-2,5 килограмма, она будет товарной, но она будет невкусной. Вот маме Саша и Сергей сегодня говорили о гибриде блоктор. Почему вот трипс не берет? Потому что сахара в блокторе, то есть биосинтез сахара, происходит уже в процессе хранения. Трипс – это все-таки живое существо, которому нужны углеводы, и причем легко доступные углеводы для того, чтобы он питался, а это сахар. То есть, говоря простым производственным языком, мы знаем, что трипс любит сладкие сорта капусты, которые сладкие уже на поле. Но, исходя из всего этого, что я вам сказал, естественно, перестой капусты на корню по сравнению с задекларированным компанией-селекционером вегетационным периодом – это провокация развития трипсов. Потому что восковой налет на листьях, он не может быть вечен, он уходит со временем. Сахара начинает накапливаться. И в связи с этим четкий расчет вегетационного периода и сроков посадки капусты в зависимости от тех календарных сроков, в которые вы их хотите убирать – это очень важно. И это у нас в производстве происходит, вы знаете, не всегда. Мы часто с вами встречаем гибриды поздней капусты, высаженные в третьей декаде мая, которые убирают в конце октября. И потом предъявляют претензии, что вы задекларировали ваш гибрид, который устойчивый к трипсу, но, извините, он поражен. Но если мы задекларировали вегетационный период 120 дней, мы понимаем прекрасно, что есть стрессовые условия в период выращивания головок, которые немножко продлевают вегетационный период. Но, ребята, не на месяц и не на полтора. Поэтому это очень важно. Своевременная уборка. Ну и химическая защита. То, что говорил сегодня Виктор Николаевич Руденко, агроном данного хозяйства, это систематическая, постоянная, регулярная химическая защита. Препаратов от трипсов, в принципе, достаточно. И у компании Сингента тоже. Но их нужно правильно применять. И есть некоторые особенности, о которых я вам сегодня скажу. Вот. Это прописная истина. Если трипс зашел в поле, истрепить его невозможно. Если мы находим в поле трипса, мы работаем на снижение вредоносности. Но вычистить поле от трипса и получить 100% головок чистых у нас с вами не получится. В портфеле компании Сингента это теамитоксам. Как системное действующее вещество, которое делает как раз растительный сок, вы знаете, токсичным для вредителей, особенно сосущих. И прежде всего сосущих. Это, естественно, энжио, который содержит тот же теамитоксам, но уже в комбинации с перетроидной составляющей. И увеличивает убийственную силу продукта. Дальше. Это Актелик. Один из самых эффективных против сосущих и других вредителей наших инсектицидов с фосфорорганической группы. Но с ограничением в регламентах применения, потому что вы прекрасно знаете, при очень высоких температурах фосфорорганика работает, не раскрывает свои способности полностью. Ну и период ожидания. Естественно, короче, чем, например, у энжио или у Актары. Это препарат, который не имеет регистрации на овощах. И я вам призываю все-таки и то, о чем сегодня говорил Денис, потому что мы говорим, что там в Европе сидят непонятные дяди, которые не хотят покупать наши овощи. А сами же здесь делаем, ну, не очень правильные шаги для того, чтобы эти дяди нам верили и хотели покупать наши овощи. Поэтому, естественно, что регистрации у Нурелла на овощах нет. Как нет и у очень-очень многих фосфорорганических препаратов, кроме Актилика. Но, тем не менее, очень широко им работают, и промолчать сегодня об этом я не мог, потому что все равно Нурелл очень широко применяется против группы вредителей на овощах, в том числе и на капусте. Ну и контактник каратезион. Я его все-таки привожу на слайде. Ну, честно говоря, в борьбе с трипсом, ну, чистый перитроид, это не самое лучшее решение. Оно недорогое, понятно. И в определенный момент частично может быть, ну, может применяться в хозяйстве. Но не самое лучшее. Ведь мы не будем сейчас с вами говорить о нормах расхода препаратов. У вас все каталоги в раздаточных сумках, и на столах, я знаю, у вас есть каталоги. Поэтому нормы применения препаратов вы знаете. Сейчас, переходя к следующему слайду, я вам напомню пару слов, которые мы говорили с вами о яйцекладке трипса. У сингенты есть два продукта с высокой, очень высокой овецидной активностью. То есть, с очень высокой эффективностью при нанесении на яйцекладку. Это матч с действующим веществом люпинурон, и это люфокс. Чем они отличаются? Ну, просто люфокс имеет два действующих вещества. Вы видите, это тот же люфинурон и феноксикарб. Это химические вещества с двух разных химических групп. Потому что люфинурон это бензамины, а феноксикарб это карбоматы. Имея перекрестное действие, и люфокс имеет, естественно, чуть выше эффективность, чем матч. Ну, и плюс к этому, это с точки зрения выработки антирезистентных решений, эти препараты можно чередовать. Отличие между этими препаратами состоит в том, что матч имеет официальную регистрацию на очной культуре. Люфокс у нас имеет регистрацию только на плодовых культурах и винограде. Но по направленности действия эти препараты походят. Ну, и у люфокса есть еще один плюс. Он такой побочный, но он есть. Дело в том, что ни одна химическая обработка не имеет 100% эффективности, вы понимаете. И даже при 90% эффективности 10% особей отрождается. Так вот, люфокс у тех 10%, которые отрождаются, он повышает стерильность самок отродившихся. То есть, самки все-таки отродятся и будут питаться, конечно, но они не дадут уже следующего потомства. Оба препарата очень сильные, хорошие, но мы с вами часто уже говорили, как их правильно применять. То есть, вы помните вот эти слайды о том, что это ингибиторы хитина насекомых, о том, что они безопасны для энтомопауны полезной, о том, что у них очень высокая алицидная активность, трансламинарная эффективность очень высока. Я хочу остановиться вот на этом графике, который мы с вами уже видели. То есть, эффективность действия на яйцекладку, как чешуекрылых вредителей, так и трипсовых вещей, она, естественно, зависит от своевременности нанесения. Но, если в борьбе против капустной совки, капустной моли и так далее, и так далее, мы с вами не поймаем вот этот диапазон, то есть, не нанесем люфокс или мальч под яйцекладку или на свежую яйцекладку, эффективность действия против яиц падает. Применяя эти препараты в комплексе защиты от трипса, вы не ошибетесь, потому что яйцекладка трипса продолжается ежедневно. Помните, мы говорили, каждый день, каждая самка 3-4-5 яиц, 3-4-5 яиц. Поэтому при очень сильном массовом заселении полей, и в этом хозяйстве, в этом году это было только не по трипсу на капусте, а по клещам на моркови, добавление мача или люфокса в баковую смесь, очень хорошо увеличивает эффективность обработки, потому что так же точно как мача или люфокс эффективно работает по яйцекладке чешуекрылых вредителей, так же точно они работают по яйцекладке трипса или клеща. То есть отрождение ветчинок не происходит, а это очень важно у таких групп вредителей, как трипс и клещ. Дальше, вы видите, что мы не приводим мача или люфокс в баковой смеси с актеригом и нурелом, но все вы знаете, послоорганические препараты не есть самыми лучшими партнерами для других. Что касается перитроидов, то да, без проблем, и нурел-Д уже и есть, вы знаете, баковой смесью фосфорорганики и перитроидов. А вот таких препаратов, как ингибиторы синтеза хитина, это не лучший партнер. Это не значит, что нельзя. Можно, в принципе, смешать и с актеригом, и с нурелом, но лучше все-таки смешивать с теми таксамом. Вот люфинурон, то есть мальч, лучше смешивать с теми продуктами, в которых есть хорошая система нит, теми таксам. Поэтому на этой таблице, вы видите, он приведен в баковой смеси с актерой или с эндро. Каратезион можно относить с люфоксом, но я здесь его не привожу, потому что сказал, что чистый перитроид в борьбе именно с трипсом не есть самым лучшим решением. Ну и есть Валиан Флекси, тоже комбинированный продукт, в котором есть хлорантронилипрол. Это не ингибитор хитина. Принцип действия на яйцо и на личинку при отрождении у него другой, у хлорантронилипрола, но он тоже очень высокий. Поэтому Валиан Флекси это тот продукт, который в борьбе с трипсом можно применять в чистом виде. Естественно, Валиан Флекси вы не применяете направленности именно на трипс. Потому что хлорантронилипрол это действующее человечество, хорошо справляющееся с гусеницей. Но как комплексный метод или комплексная обработка, например, в августе месяце, когда у вас и опасность трипса очень высока. И уже летает капустная сока, откладывают яйцо, и уже капустный пилан летает, откладывают яйцо. И рапс уже убрали рапсы, и у вас рапсовый пилан заходит на поле. Вот здесь незаменим, конечно, Валиан Флекси, потому что теометоксам по сосучьям, в том числе по трипсу, хорошо работает. Ну а хлорантронилипрол работает по чешуекрылым вредителям и по отродившимся личинкам трипса по бочну. И о двух новых инсектицидах, они не настолько новые в этом году, они уже есть на рынке, вы их покупали, применяли. Я получил очень много телефонных звонков в этом году, особенно по капустной моле, когда говорили, что только ваш проклейм смог спасти ситуацию. В этом хозяйстве на втором поколении капустной моли, можете Виктора спросить, кто же с проклеймом справился с этой проблемой очень эффективно. Поэтому быстро, поскольку я уже перебираю время, проклейм. Новое поколение вермитинов. Регистрация, не будем сейчас читать и повторять, она у нас приведена в раздаточной литературе. Побочно, кстати, трипси и тли для этого продукта тоже есть вредительные. Эффективность не 90-80%, но 50% есть. Поэтому, работая проклеймом по чешуекрылым вредителям, по капустной моле, сокам и так далее, вы можете это учитывать, разрабатывая систему защиты именно от трипса. Дальше. При высоких температурах самый эффективный будет препарат этот, потому что молекула устойчива к высоким температурам. Это первое и второе. Она глубоко проникает в растительные ткани. Туда, где не проникает уже ультрафиолет напрямую и дольше сохраняется в этих растительных тканях. Поэтому, ну, 35% я считаю, что это абсолютным максимумом и не рекомендую работать при 35%. Но до 30%, от 25% до 30% проклейм абсолютно снижает свои эффективности по сравнению, например, с 18-20%. Одинаково снимет вам вредителя. Ну, и все равно, любыми препаратами, направленными, особенно против чешуи крылых вредителей, вот эта фаза обработки есть самая эффективная. Проклейм не имеет олицитной активности. То есть, личинка, прогрызая оболонку яйца, не погибнет. Так, например, как у матча или у амбридо. Но, личинки молодого возраста, они неустойчивы к токсическим веществам. То есть, ей достаточно будет там, ну, граммулечку растительной ткани съесть для того, чтобы она погибла. Поэтому проклейм тоже хорошо бы наносить вот в этой фазе. И, в принципе, он хорошо снимает личинок первого-второго поколения. Если же по определенным причинам, которые может быть масса и которые не обязательно являются там, скажем, боком агронома, то есть иной агронома. Может быть очень растянутый лед вредителя. Лецекладка тоже идет плавно. Но, зачастую, вы знаете прекрасно, мы с вами на поле и в саду можем найти личинку второго поколения, третьего, иногда даже гусеницу уже опушенную. То есть, практически перед окукливанием взрослые особи. В этом случае, естественно, цель обработки должна быть и в бак опрыскивателя нужно налить что угодно, допустимое и разрешенное. Но смешиваем так, чтобы иметь максимальную губийственную силу. Потому что взрослая гусеница очень устойчива. Она очень интенсивно питается, особенно перед окукливанием. И съедает очень много растительной ткани. И поэтому, если мы эту гусеницу будем снимать, например, тем же самым тем и так самым одним, это будет сложно. Она-то умрет, но дня через 3-4 после обработки. А за 3-4 дня, при том интенсивном питании, такие гусеницы нанесут вам большой вред. Вот в этом смысле есть Амплиго. Это хлорантрамилепрол, который есть в Алиамплексе. Но, как вы видите, не с теми таксамом, а с каратезионом. По любому возрасту личинки этот продукт очень высокоэффективен. Вот оно. Высокая эффективность, независимо от возраста личинки. Естественно, мы должны с вами понимать, что если у нас личинка 1-2 возраста, Амплиго снимет процентов 90 и более. Если личинка 3-4 возраста, Амплиго снимет процентов 70-75. Но не Амплиго не снимет ничего, ну, может, процентов 20-25. В Алиамплексе и Амплиго. Но в Алиамплексе, я вам сказал, лучше всего по яйцекладке, А вот и по первому возрасту Амплиго лучше по старшим возрастам личинок. В этом году тоже многие в этом убедились. Там, где, ну, культура вашего производства очень сильно растет. Честно, вы настоящие профессионалы. И в последние годы уже найти поля или сады, Где была бы опушенная гусеница, там, личинка 4-5 возраста. Но нам такое уже очень-очень редко приходится видеть. Ну, и в основном уже у людей, которые не очень профессионально Или не очень серьезно относятся к делу. У вас старшая возраста личинок встречается редко. Но бывает. Бывает, и мы с вами причины и говорили. Ну, и последние несколько слайдов. Вы знаете, компания Сингента есть инновационная компания. В Белой Церкви у нас есть опытная станция. Мы проводили опыты с этими двумя продуктами. Мы делали по две обработки, не чередуя. То есть, отдельно опыт был по проклейму, отдельно опыт был по амплигу. Первая обработка была в фазе BBSN-45. Ну, в принципе, это где-то на 50% развитая головка. Вторая где-то на 80-90% развитая головка. Конечно, некорректно сравнивать с тем, чем сравнивается здесь для нас с вами. Но это научный опыт. Вы должны понимать, это наш отдел научно-исследовательских разработок компании Сингента. Поэтому абсолютный контроль – это, естественно, вообще отсутствие каких-либо обработок. Это не сравнение с конкурентами, это не сравнение с другими продуктами. Это отсутствие каких-либо обработок. Больше 25% было поражение растительной ткани личинками чешуекрылых вредителей. На проклейме амплиго от капустной моли, вы видите, это очень мизерное поражение. От капустной совки тоже поражения были незначительными. Вот это вот результат работы амплиго по сравнению с абсолютным контролем. Вот это результат работы проклейма в сравнении с абсолютным контролем. Естественно, я понимаю, что такой картины ни в каких хозяйствах нет, которые нормально относятся к производству, потому что если не амплиго или не проклеймом, то другими какими-то продуктами обрабатывают. Но вы прекрасно знаете, я не буду вас сейчас призывать анализировать. Очень много сегодня на рынке предложений генерических препаратов. Всем все известно, все прекрасно понимают, что оригинальные препараты эффективнее, оригинальные препараты экономичнее. Поэтому зачастую сиюминутный расчет, когда мы с вами в руки берем калькулятор и считаем стоимость одной обработки, многих производителей подталкивает сэкономить. Это неправильно, ребята. Эффективность обработки, она же не считается только ценой продукта. Она считается продолжительностью защитного действия. И если вы даже сэкономили в условиях сегодняшней экономики полторы обработки, то есть если, допустим, после проклейма следующую обработку вы зашли через 11 дней, а после другого препарата через 7, вы уже окупили стоимость препарата. Потому что ГСМ, амортизационные отчисления на технику, зарплата механизатора, все остальное, возьмите калькулятор и посчитайте. Но сегодня не этому посвящен наш день, поэтому вот эти все расчеты экономики мы с вами будем делать зимой. Сейчас я вас благодарю за внимание. И если есть вопросы, я готов на них ответить либо сейчас, либо в процессе нашего дальнейшего общения, который мы с вами продолжим за чашкой чая. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.